Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня видео будет разговорное, без примерок, а посидим, поболтаем. Я надеюсь, что у вас всё в порядке, я надеюсь, что у вас всё хорошо. И сегодня такая тема... Давно я хотела снять видео на эту тему, и давно собиралась, и давно хотела, но... Как-то, вот знаете, эта тема скользкая. Тема достаточно опасная, может быть, для кого-то не очень приятная, но, тем не менее, я знаю, что очень многие этой темы интересуются. И есть очень много видео на эту тему, я присмотрела очень много видео на эту тему, и я должна сказать, что я как бы потом читала комментарии, и я понимаю, что очень часто блогерам, блогершам, блогеркам, которые снимают на эту тему, потом в комментариях сильно прилетает. Типа, на себя посмотри, что ж ты рассуждаешь, как не стать тёткой, как не выглядеть тёткой, а сама посмотри на себя, ты сама сидишь, тётка-тётка, и, в общем, посмотри на свои волосы, посмотри на своё лицо, и вот это вот всё. Я всё-таки решила взяться за эту тему, потому что эта тема... Я считаю, что я имею право говорить на эту тему, потому что, если вы не знаете, то мне 53 года, и рассуждать на тему, как не стать, не выглядеть тёткой, я имею право, поскольку у меня есть жизненный опыт большой и такой достаточно глубокий. Вот. Но я не хочу говорить, как не выглядеть, как не стать и так далее. Я хочу поговорить о том, как не чувствовать себя тёткой, потому что мне кажется, лично мне, моё такое мнение, ощущение, что для того, чтобы не выглядеть и не стать, вы должны себя не чувствовать тёткой, потому что что вы не сделаете с человеком, во что вы его не оденьте, чем вы его не обколите, и что вы с ним не сделаете, с ней, я имею в виду, женщина, если она себя чувствует тёткой, она не будет выглядеть, как будто бы она не тётка. Она всё равно будет выглядеть тёткой, что бы она не была одета, и как бы прекрасно она не выглядела, и все, так сказать, внешние атрибутика, Атрибутика, она имеет, по-моему, второстепенное значение. Конечно, имеет, но, тем не менее, я считаю, что это второстепенное значение. Вот об этом я хочу с вами сегодня поговорить. Так, я надела свои очешки, потому что у меня тут тезисы. И я буду у них подглядывать, потому что я долго думала на эту тему, писала, значит, реферат. Нет, на самом деле нет, никакой реферат не писала. Я просто сидела и набросала немножко, что я думаю на эту тему. И вот, поскольку я вижу плохо, я штютка, не молодая, вижу плохо, поэтому я, значит, надела очки. Вот, давайте начнем. Я считаю, что очень-очень-очень-очень важно, как вы себя чувствуете. И так же важно, как и внешнее, так же важно и внутреннее. И начнем с внутреннего. Я вот что считаю, что очень-очень-очень важно отношение человека к жизни, отношение женщины к жизни. Если она идет по жизни и с ощущением, что все в ее жизни плохо и лучше уже не будет, совершенно не важно, сколько ей лет, она превращается в тетку, даже если ей лет 30 или даже меньше. Понимаете, в 50 лет считается, что как бы основная, так сказать, часть продуктивной жизни женщины уже позади. И поэтому она должна уйти с работы, посвятить свою жизнь внукам, стареющему мужу, детям и так далее, чтобы приносить пользу своим внукам и своим детям. А себе уже, конечно, никто думать не должен. Ну, что уже ей как бы нужно? Ей уже столько лет, она уже свое, так сказать, отработанный материал. Я считаю, что это в корне неправильно. Я считаю, что вообще, говорит, 50 это новые 30. Ну, 30 не 30, но во всяком случае. Я абсолютно искренне считаю, что в 50 лет женщина полна еще сил, физических и ментальных, так скажем, и очень продуктивна, очень способна на какие-то поступки, на новые достижения. Например, открыть свой YouTube-канал, как ваша покорная слуга. Вот. И не я только одна. Я знаю очень много женщин, которые открывали свои каналы после 50 и вообще начинали после 50 новую жизнь, понимаете? Новую работу, новую семью, разводились со старым мужем, женились с новым мужем, заводили новые отношения и прекрасно, прекрасно жили. И были достаточно продуктивны, вели очень творческую жизнь и были способны на многие достижения, как творческие, так и физические. Вот. Поэтому вот эта вот мантра, что женщина после 50, она должна думать о внуках и о детях, а не о себе, как бы ее жизнь уже прошла и кончена. Я считаю, что это в корне неправильно, и когда вы это поймете, и когда вы это воспримете и будете, так сказать, транслировать это окружающей среде. Знаете, как говорят, вот люди смотрят на нас и видят то, что мы хотим им донести. То есть, если мы транслируем им какое-то свое, так сказать, что я уже отработанный материал, сбитый летчик, на вас так и будут смотреть. Нужно, во-первых, в голове поменять вот эту установку, что после 50 мне уже ничего не светит, и я уже как бы совершенно ни к чему не способна, и ничего нового в моей жизни уже не произойдет. Очень даже произойдет, и может быть с вами все, что угодно, и в 50, и в 60, и даже позже. Дай бог только нам здоровья, а все остальное мы, как бы, все остальное у нас получится. Вторым пунктом у меня идет, как человек одевает, как он выглядит, во что он одет. Если человек ходит во всем черном, во всем мрачном, во всем блеклом, во всем старом, во всем обвисшим, растрепанным, и каким-то таким, знаете, неинтересным и скучной одежде, то человек так же себя и чувствует, и так же он, естественно, выглядит. И так же, то же самое он транслирует окружающим. Я, вы знаете, я люблю все яркое, я люблю блестящее, я люблю какие-то необычные фасоны, я не зацикливаюсь абсолютно никогда на том, что это подходит моему возрасту или это не подходит моему возрасту. Я считаю, что вам абсолютно подходит все, то, что вам нравится, в чем вы себя хорошо чувствуете и в чем вы хорошо выглядите. Это совершенно не важно. Я за мини, я за кроп-топы. Если вам позволяет фигура, и вы хорошо себя в этом чувствуете и хорошо в этом выглядите, то абсолютно, абсолютно не важно, сколько вам лет. Я ношу короткие юбки, может быть, не на работу, но если мы идем куда-то на выход или там, где никакого нет дресс-кода, то мне совершенно все равно, что мне 53 года и что про меня подумают, что старая тетка вырядилась в короткую юбку. Но абсолютно нет. Я не обращаю на это внимания и никогда на меня никто не смотрел как-то косо или боком, что я вот как бы не по возрасту одета или что-то такое. Ну, я ношу рваные джинсы, я ношу короткие юбки. Я бы носила кроп-топ, но у меня нету кубиков и тут вот все не очень, поэтому я этого не ношу. Но поверьте мне, что я бы носила, если бы у меня было что показать, и я абсолютно бы этого не стеснялась. Поэтому я вас призываю, никакого нету вот в наше время особенно возрастного ценза на одежду. Вот это вот что прилично, что неприлично, что положено носить после 40, после 50, после 60. Это полнейшее, на мой взгляд, в наше время абсолютно не имеет никакого смысла. А за яркость, за блестки, за разные цвета, за навороты, большую-большую бижутерию, крупные бусы, крупные серьги, я только за руками и ногами выбираю для себя. Если человеку не нравится бижутерия, а он нравится бриллианты, он любит бриллианты, он будет носить бриллианты. Если ему нравится бижутерия, она будет носить бижутерию. Если не нравится и то, и другое, она будет носить бриллианты или бижутерию, в зависимости от ее настроения. Вот что я хочу вам сказать, понимаете. У меня есть золотые украшения с бриллиантами, у меня есть пластиковая куча всяких там бусы, сережки, зары. Я ношу и то, и другое, в зависимости от того, что я сегодня хочу надеть, какое у меня настроение. Есть у меня настроение обвешаться разноцветными бирюльками или нету, понимаете. Вы красивы в том, в чем вам удобно, и в том, в чем вы себя видите красивой. Никаких стандартов и никаких правил, я считаю, на эту тему нет, потому что одной женщине идет черный цвет, несмотря на возраст, хотя считается, что темный цвет старит и так далее, но она прекрасно выглядит в темном, в черном, а другой нет. Вот все, просто. Следующий пункт – волосы. Я так размахиваю руками, но я такой человек. Я знаю, что многих это раздражает. Я очень эмоциональный человек, и когда я говорю, у меня руки в воздухе и вот это вот все. Уж простите. Я лично, я считаю, что вот это вот мантры и установка и постулат о том, что чем женщина старше, тем короче у нее должны быть волосы. Это полная, 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 полнейшая неправда. И я, например, начала, у меня было в 50 лет, у меня были волосы вот такие вот доплещие. За три года я их вот такие вот отрастила, длинные свои космы. Мне это нравится. Кроме всего прочего, я хочу вам заметить, что опять же, с возрастом обвал лица оплывает. Если у вас волосы короткие, вот здесь вот все открыто, то это все видно сразу же при любом повороте вами лица и так далее. А когда вот волосы вот здесь вот они как бы обрамляют ваше лицо, то все, что у вас здесь не перфектно и оплывшей шеей и так далее, волосами, это можно прикрыть. И оно как бы прикрывает ваши, так сказать, недостатки на лице. И, кстати, у меня есть одна подруга, которая ходила вот с таким вот коротким коре до 50 лет. А после 50 лет, когда у нее вот тут вот начало вот это вот все возрастное изменение происходить, она стала отращивать волосы и все супер. Поговорим о теме насущной, грустной и невеселой. Это лишний вес. Я, наверное, не буду, так сказать, не открою никому Америку, что женщины с лишним весом всегда выглядят старше, чем женщины более стройные и более тонкие, так сказать. Опять же, потому что не глядя даже на лицо, вот по общему силуэту, женщина, у которой нет лишнего веса, она выглядит всегда моложе, всегда юнее, так сказать. И, ну, все мы это знаем. Кроме всего прочего, намного проще подобрать любую одежду женщине без лишнего веса. И, опять же, если мы говорим об одежде, которой мы не хотим зацикливаться на какой-то одежде, только соответствующей возрасту взрослых дам, то, естественно, когда вы худенькая, то вам намного-намного проще найти одежду любую, любого формата. Я вот скажу про себя, я не считаю себя очень худенькой, у меня нету лишнего веса сильно. Я считаю, что у меня есть там, ну, от 3 до 5 килограмм, которые я бы хотела скинуть, и которые я очень стараюсь скинуть, но это тема для другого видео. Но я не могу сказать, что я, у меня, ну, что такое есть лишний вес. Я уже не говорю даже о здоровье, потому что мы все прекрасно понимаем, что лишний вес – это не здорово, не полезно. Вот, опять же, если человек не очень здоров, то это тоже видно на нем, и как бы это не добавляет ему юности в его внешности. И я хочу вам сказать, что эта тема очень больная, потому что говорить о том, что да, все должны избавиться от лишнего веса, и тогда вы будете выглядеть молоды, говорить легко, говорить все могут. Вот я тоже говорю, вот давайте, вот я тоже так хочу скинуть 5 килограмм. Не могу, не получается, трудно. Да, это проблема девочки, и я сама как бы страдаю этим. Я считаю, что у меня есть излишки, и мне нужно, якобы, немножко тяжеловато в некоторых местах. И я считаю, что мне это надо убрать. Я считаю, что мне это тоже прибавляет, прибавляет возраста, когда есть как бы излишки вот в нижней части тела, там, живот, попа и так далее. Особенно после 50, это очень-очень-очень тяжело от этого избавиться. Оно откуда-то вообще просто, вот вы смотрите на еду, и вы набираете килограммы, даже не особенно кушая. Я, кстати, хочу снять видео о своем питании. У меня не идеальное питание, опять же, у меня есть, я считаю, что лишний вес. Ну, может быть, поделиться с вами. Только как я стараюсь, чтобы этого веса не стало слишком много лишнего, хотя бы так, в разумных пределах. Вот. Но, вот, понимаете-то, это факт. Лишний вес, он добавляет возраст, и никак с этим ничего не сделать. Не только в фигуре, но и лицу. Потому что, если честно, считается, что когда лицо у человека худеет, то появляется много морщин, и появляется, и лицо стареет. Вот лично на себе я вот не согласна с этим в корне, потому что я, когда, у меня, когда лишний вес набирается, у меня почему-то не обвисает кожа на лице, когда я худею, но когда у меня появляется лишний вес слишком, то у меня вот здесь вот нижняя часть лица оплывает, теряется овал. То есть вот потому что здесь, на самом деле, это жир. Это даже не кожа висит, это кожа с жиром. А вот когда я худею, у меня вот это все подтягивается и уходит, как ни странно. Хотя считается, что человек, когда худеет, то у него как бы вот это все обвисает, и вот он становится выглядеть старше. Нет, я так не считаю. Я считаю, что это, наоборот, какая-то неправильная остановка. По своему опыту я могу сказать, что нет. Наоборот. Следующий пункт, я написала это как ухоженность. Ухоженность, следить за собой и так далее. Если честно, я не считаю, что это уж так важно. Я знаю, есть женщины, которые абсолютно не следят за собой, которые вообще ничего не делают, не пользуются никакими кремами, не делают никакие уколы красоты, но выглядят молодо за счет того, что они, например, там занимаются спортом, у них подтянутая фигура, у них хороший овал лица, они не пользуются косметикой, и тем не менее, как бы они прекрасно выглядят, молодо выглядят, потому что вот, опять же, у них в голове чисто и весело, и поэтому они не заморачиваются по поводу всяких проблем, и они выглядят довольно молодо, несмотря на то, что они совершенно не следят за собой. Я вообще вам хочу сказать, что вот эта вот вся вот эта вот идея, что нужно кремы подороже и все. Да, я только за, если у вас есть средства, и вы хотите тратить на это деньги. Конечно, чем дороже, как правило, лучший бренд и дороже крем, он лучше для кожи и так далее. Ну, вас не омолодит он, он, может быть, вам сделает какое-то питание. Но если вы, даже у вас прекрасная чистая кожа, но унылые глаза и нет улыбки на лице, не знаю, будете ли выглядеть моложе вы своего возраста, потому что, опять же, как бы вот нас не морщины старят, не морщины выдают наш возраст, а унылое выражение лица. Если даже, если вы хотите как-то бороться с внешними проявлениями на лице именно возраст, гораздо будет эффективнее, если вы начнете бороться не с морщинами даже, а вот с унылыми брылями, с оплывшим лицом, с опущенными уголками губ, если вам улыбка не помогает, да, идите к косметологу, займитесь вот своей нижней частью лица, вы будете выглядеть свежее и моложе, несмотря на то, что у вас дальше вокруг и везде будут морщины. Я, например, когда у меня прекрасный врач-косметолог, который я хожу часто, и сейчас они все закрыты, от чего я очень страдаю, я, может быть, когда-нибудь сделаю видео о том, что я делаю, какие косметические процедуры я делаю своим лицом, я это делаю. Она мне сказала фразу, первую фразу, которую она мне сказала, наш возраст выдают не морщины, а опустившаяся, оплывшая кожа и вот кожный птоз, поэтому как бы вот по поводу процедур я вам хочу сказать, если вы хотите, так сказать, привести себя в более, так сказать, выглядеть более молодо, то лучше всего, конечно, заняться вот этой нижней частью лица, а уж оставьте там вокруг глаз морщины. Я, если честно, пыталась, у меня очень много морщин вокруг глаз, я пыталась сделать ботокс пару раз, и выглядело это ужасно, ужасно, ужасно. Я так это дело и оставила, и, в общем, перестала с этим бороться, во все, что касается моих глаз, я их перестала трогать, и вот лучше очки наденьте и прикройте, так сказать, морщины, это будет лучше. Я только за, я вообще за косметические процедуры, я за пластическую операцию, если это вас делает счастливой и вас делает это, прибавляет вам, добавляет вам самооценку, и, как я уже сказала, что потому что все идет отсюда, и это здесь вам делает, помогает вам чувствовать себя моложе, то я только за, главное, без фанатизма, без перебора, потому что вот, конечно, многие страдают тем, что увлекаются этим слишком сильно, и это начинает выглядеть неестественно и по-дурацки, и фразу «надо стареть достойно», «давайте будем достойно стареть», я воспринимаю по-своему. Для меня достойное старение – это, да, косметические процедуры и, да, пластические операции, но, так сказать, так, чтобы этого никто не видел, чтобы никто не понял, что вы делали пластические операции и косметические процедуры, тогда это называется «стареть достойно». Ну и последний, последний мой пункт, Это, как ни странно, любопытство и жажда жизни. Вот так я это назвала. Дело в том, что, понимаете, человек, который не следит за последними какими-то веяниями в политике, в моде, вообще все, что происходит в мире и все, что происходит вокруг вас, я не говорю там, девчонки, смотрите новости с утра до вечера. Ой, нет, наоборот, не смотрите новости, это вам только испортит аппетит и сон, и вы будете выглядеть старше от этого. Нужно быть в курсе того, что происходит вокруг вас и знать, как бы, ситуацию, в которой вы находитесь, потому что очень часто, как бы, человек, ну, понимаете, человек, который не следит за окружающим миром, он, как бы, старомоден и не актуален, так скажем, да. И вообще, как бы, все, что... Если вас еще что-то интересует, если вы хотите ездить, путешествовать, ходить в кино, в театры, на выставки, интересоваться новым всем, что происходит и появляется вокруг вас, это тоже ментально, понимаете, добавляет вам, снимает какие-то ваши годы, и вы можете себя чувствовать на уровне вот молодежи, даже, например, пользоваться интернетом, то есть вот все эти вот смартфоны и все вот это вот, все, что происходит, мои дети смеются надо мной, что я когда текстую, я текстую одним пальцем, так никто не делает, они все текстуют вот так вот, вот, и... Но это я уже не могу исправить никогда. Это, кстати, тоже показывает, там, знаете, старые люди все текстуют пальчиком, тыкают. Но это я не могу исправить, это правда. Я уже, как бы, не в состоянии научиться так делать, как они. Но я хочу вам сказать, что вот обладание знаниями в электронике, в технике, в новых гаджетах, в новых программах, все, что нового происходит в интернете, я думаю, что у вас у всех есть Фейсбук, я думаю, что у многих есть Инстаграм, я недавно себе скачала ТикТок, мне вот очень интересно, я решила посмотреть, что же это такое, хотя все говорят, что это только для молодых, но мне интересно, я смотрю, пытаюсь понять, нужно мне это, не нужно, интересно, неинтересно, не уверена, что я там останусь, но, по крайней мере, попробовать и смотреть новые вещи. Тогда, когда вы с молодыми людьми сможете говорить на их языке, и если они упомянут ТикТок и так далее, а вы понятия не имеете, что это такое, то в их глазах вы будете вообще каким-то динозавром, а так, в принципе, они будут смотреть на равных, если вы будете с ними говорить о вещах, которые сейчас происходят, современные, в технологии, в технике, в софтвере, в хардвере и так далее. Ну, как бы, вот, понимаете, я, например, для себя скажу, я очень хочу выучить французский язык, это моя мечта, поскольку я живу в Канаде, и здесь французский язык, это второй язык, и мы очень часто ездим в французскую Канаду, и там, конечно, все говорят по-английски, но мне было бы классно и приятно, если бы я могла с ними поговорить по-французски там, и я, на самом деле, мечтаю выучить французский язык, у меня не хватает на это времени, и никак не доходят руки, кроме того, всего прочего, что очень многие говорят, что изучение языков, оно, как бы, способствует улучшению памяти, и после какого-то возраста нужно память тренировать, а новый язык, он, как бы, является тренером для вашей памяти. Я бы очень хотела выучить французский язык, я бы очень хотела научиться танцевать латином, латинские танцы, у нас есть всякие школы здесь, в которые можно записаться и ходить, и вас там будут учить, я очень хочу это сделать с моим мужем, записаться на курсы, не курсы, а классы, как бы, вот этих вот латинских танцев, это хорошо, кстати, для физической формы, потому что это некоторым образом такой спорт, а спорт, во всяком случае, я не очень люблю, вот это мой большой грех, недостаток, но вот занятия танцами, говорят, что очень тоже помогают для поддержки и снижения веса, и я хочу это сделать, плюс ко всему я обожаю латинскую музыку, мне она очень нравится всегда, я когда слышу эту музыку, у меня прямо вот, знаете, ноги сами в пляс идут, что называется, поэтому вот я хочу это сделать, вот я вот в таких вещах говорю, понимаете, то есть все, 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 что вы хотели сделать в течение вашей жизни, все, что вам хотелось научиться рисовать, петь, танцевать, все, что вам позволяет ваше время, деньги и здоровье, я считаю, что это очень-очень помогает оставаться в тонусе, оставаться молодой, ментальной, физически и как бы вот в глазах окружающих, понимаете? Вот такие мои мысли, я надеюсь, что я никого не обидела, никому не причинила каких-то неудобств и мыслей каких-то печальных, очень надеюсь, если да, то простите меня, я не хотела, это просто мои мысли, я старалась сделать это как можно деликатно и как можно более, так сказать, мягче, ну, то, что получилось, то и получилось. Всего доброго, дорогие друзья, надеюсь, увидите вас в моем следующем видео, надеюсь, это будет совсем скоро, желаю вам удачи, здоровья, успехов, всего самого наилучшего, пока-пока, Вань! Субтитры создавал DimaTorzok